всем привет у нас сегодня в выпуске джекира этого героя мы еще не успели заснять в этом патче так что приятного всем просмотра устраивайтесь поудобней будет много инфы да тут с маке часа не бегут в этом он играет на джекира это игрок команды тундра и мы стримим риад мастерс обязательно приходите на стримы в обед начинаем поздно вечером заканчиваем тем спирит фальконы и прочие топовые коллективы и тундра с топсоном и соответственно white и монам на пятерочке с пюром и с рамзесом такой вот интересный состав в общем то с аборт этого команды записываем подписывайтесь на телегу чтобы быть в курсе там еще розыгрыш кстати говоря старка найдет а по джекира давай наверное расскажем что поменялось у этого героя во первых врожденная способность у вас две тычки просто прикольно плюс странно немножко да мы с тобой пытались серега разобраться почему вообще эти две тычки существуют вот и пришли к тому что классно сочетается с аспектом на liquid frost вот который сейчас в основном и берут сразу к аспекту liquid frost вы получается третьим скиллом он встроен в третий скилл вы плюете во врага ледышкой замедляете очень сильно передвижение до 30 процентов при этом носите первичный урон 25 единиц и при этом с каждой последующей нанесенной атакой вы добавляете к своим атакам доп урон от liquid frost а на каждую атаку получается 30 единиц дэмэджа что весьма неплохо особенно учитывая то что вы атакуете две тычки да то есть на линии можно прям жестко гасить чувачков тык-тык-тык посмотри на этот урон хорошо что он нам показал и потом заметь скилл закончился 3 и насколько меньше дэмэджа сразу стала стычка прям перестает как будто туда дамажить вообще тестировали разные там штуки мой штром работает чаще провокает но это естественно на саппорт джекира это не важно важно то что вы сейчас третьим скиллом хотите размениваться на линии закинули его потачковали и вас в четыре секунды в этот тайминг бьете 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 а потом зачем вам на равных размениваться можно не размениваться вот как сейчас он отходит просто третий скилл шлифану челика на потачковали отошли и пока работает уж ну замедление безрядка 13 секунд как и раньше было по моему также не стоит маны и урон очень даже неплохой то есть сейчас на джекира как будто знаешь хочется по максимуму купить статы вот я бы если бы сыграл бы на джекира я бы наверно при закупился примерно как он три ветки цирклетка но мне манам она пока что особо не нужна скилл маны не стоит мне хочется как можно быстрее бить как можно больнее бить вот поэтому не забываем про эти две тычки до которые вылетают по 3 скилл классно и ну на этом не все естественно до синергии этих скилов не запутать урса как подставляется его немножко пробили но джекира нормально свое тоже взял по поводу третьего скилла он усиливает урон не только с ваших печек но еще и заклинание которые вы применяете пока враг по действиям третьей способности то есть первый скилл он будет ежесекунда дамажить больше на получается 30 урона но в этом есть одна загвоздочкой особенность вот сейчас посмотрим на урон что он проходит на это он кинул с чего первым потом треть да это мы тоже разбирали с тобой в лобби грана . опрокинул сейчас задует первым скиллом нормально тяжело урсе конечно в двух рейнджей стоять брейсбэнд какой-то нужен но он тут на джекира отлично затрагивается супер как раз мы можем рассказать что первый скилл как и большинство спала в доте которые ежесекунда дамажит он срабатывает примерно 45 раз в секунду нанося ну допустим там по 20 демидж это неважно главное что срабатывает пять раз вот и получается на каждое срабатывание в секунду триггерится третий скилл который добавляет вам на последнем левале прокачки 30 урона то есть думайтесь если ты первый скилл даже в единичку взяли просто кидаете в чела и постоянно срабатывает третий скилл мы тестировали если у джекира 8 левела раскачка 404 ну просто так ради пример атаку закидывает скиллы неприятного ждут венге ну просто ну дэмэдж очень сильный замедление тоже до нас я продумаю много стоит так вот мы тестировали урон если нажать просто первый и третий по отдельности то урон будет 5 сотен с двух скиллов возможно убьют танчик пару тычек курса кстати говоря потихонечку может заходить сойдет в трейд джекира сразу же разворачивается помочь яйна тоненького и он тут на джекира тоже наградает красиво получилось вот мы и мы тестировали 500 урона первый третий скилл по отдельности в сумме а если нажать первый под третьим скилом то урон будет 800 то есть на 300 дэмэджа больше просто первый скилл наносит но фактически это просто от первого скилла урон по третьим ну на бумаге в 800 дэмэджа и там 800 дэмэджа это же чисто с кнопок это не считая тычек до самого джекира да 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 даже еще в этот момент может бить и там прям 1000 плюс урона может быть да это очень сильно но в принципе это и есть вот такой вот основной бабчик джекира и основное его изменения наконец-то наступило лето а это значит что вышла новая глобальная обнова на эпик лут прямо сейчас залетай к эпиком и попробуй новую линейку кейсов где можно выбить скины из 2 акта crown fall за каждое открытие трежерки ты можешь попасть в топ и получить на халяву дорогие шмотки и конечно же не забудь заценить боевой пропуск от эпик лут всего за 300 рублей там раздают бесплатные арканы на венгу из каймага и не только каждые 15 уровней за полное прохождение батл пасса получишь дк хук ну а если перейдешь по моей специальной ссылке бп будет совершенно бесплатным а если и этого мало то залетай в новую мини игру где за игру на цемке или пуджи ты будешь получать крутые скины при игре за цемку всего лишь увернись от рука а при игре за пуджа наоборот попади в проворную кристалку режим абсолютно бесплатен и играть можно каждый час за победу можно лутать мега сундуки с новыми вещами на ивен страницы есть топ игроков за 24 часа и за весь ивен если попадешь десятку лучших получишь скины очки тупо можно заработать с помощью открытия кейсов победу в хук рейс и выполнения батл пасса короче говоря смотри подробности по ссылке оставленные комментариях там же тебя ждет и промокод на плюс к балансу от меня удачи возвращаемся к же киров вообще знаешь было бы интересно посмотреть на какой-то какой-то кор позицию в исполнении от этого героя вот но пока что не сожалению но на игре просто не будет что-то попадется рано или поздно что-то по-любому интересно сыграть на этом герои знаешь что грустно вот за джеки росса то что второй аспект это старый огненный liquid fire замедляющий атаку и работающие на постройке сейчас тут fight практически салон если что слова венга была урса по ней одну тычку дал вот вот настолько много урона у героя и килл тут достается курсе и знаю просто сломанный персонаж с джекира на линии он стал как бы послабее потому что ну вроде как ты вышки не можешь пушить раньше liquid fire 4 секунды когда и ты вышки заплевываешь сейчас дата она вся строится от линии типа может другой будет пушить вышки не ты это нормально абсолютно вот поэтому ну просто просто очень приятно на джеки раще стала играть ну и качаться соответственно я думаю что будет прикольнее потому что ну по сути с третьим скиллом ты наносишь урон как раньше с liquid fire но теперь . и что этим двумя . сильнее вот я возник вопрос что на третьем левеле качать он все-таки первый решил зарейтить я думаю что в принципе так и нужно но вроде как знаешь логика может быть еще такая что и третий есть смысл подкачать в некоторых случаях чаще будешь нажимать за отсутствие маны а первый как бы триггерит урон плюс-минус также от третьего может быть даже больше урона будет если 3 в качать узнаем так вообще просто невозможно стоять джекира очень душно от гранаткой прям вообще же на урсе неприятно хороших на урсе заман сил но этого не хватило чтобы выйти надо придумывать какой-то интересный билд на таком джекира мне кажется вот первое что точно глаза бросается это три ветки цирк лет к вот хорошо прямо на статы играешь нестиг потом что-то такое чтобы быть плотным знаешь вот у него вроде как 1000 хп нормальки искать что герой-герой художество разбирает спас меня сами тут не убьет ну да да очень больно я скилл по итогу решил в при приоритизировать вот я думаю все таки можно поиграться к говоря побежал за руной экспы но тут его встречают ребята не попробовал попытка не пытка дал и был огромный подумал может разберу их короче джекира час лучше 11 не оставаться вот это прям стопроцентный факт даешься вы с джекира 1x1 то он тебя перебьет концы хочет взять хорошо твой дал забрали прям чё тут нажали хочет выжить потом по дефать а тут фарион ах ты же гнидочно вот спереди ну ладно хорошему фатвеса он до активок мугнулся потому что понимал что джекира полетит деппать вышку и задавает йоту на самом деле зашел с варионом сделал 300 хп осталось фариона которого он не бил уже подреганился правда сброс брейсером но не суть так бы он по дефл бы товар но будет спирит классно все сделал отличная перетяжка поступает джекира убивает теперь вернемся к третьей способности к этому аспекту и понимаем то что аспект также работает от ликвид фрост работает с ультой да и представляем еще сколько урона может быть у джекира тут какой-то fight интересный забрали фариона забрали венгу на из намазать третьим скилом намазать первым ульту вдавить даже этой спасать и больше бой дэмиджа таланты еще наверное интересные есть таки комбинацию конечно джекира может много дэмиджа выдать если чего туда добавить надо попробовать поиграть на этом герое выглядит очень серьезненько так стоит ли качать айс пас вот наверное в единицу всегда стоит раньше даже на линии брали порой там на третьем на четвертом уровне рано чтобы этом тп сбить если нападаете сейчас не знаю надо смотреть на разные раскачки конечно глупо видеть джекира без испаса но ты ко всему начинаешь привыкать а потом оказывается что есть абсолютно новый билдачок в бот летит задул по венге или части будет ой и винга щит нажала от свапала и не вы и как же и больно очень попробует ее убить вард поставил но заулынил футурса еще бежит чуть не хватило горлинга плотная пробов такой драфт что особо-то и не покликаешь некоторые герои таки к сожалению погиб мы учим курсуют получает кило и думаю знаешь еще некоторые не знают как и джекира работает вот я например ну только сегодня узнал что за аспекты у джеки росса про врожденную я помню но не разбирался до попал половине игроков просто впадло его этим заниматься не своих героев посмотрели и большинство популярных такие редкие как джекира могут очень сильно удивить слушать там сладкой сладкий момент для джекира очень герой кучно стали друг с другом джекира джекира такой любит да да макро пирку и что ему я думаю что третий скилл надо взять на последующих лавалах замоксить очень хочется его в 4 иметь когда я очень маленькая мы и с ними то что он джеки россии линию проиграть прям очень сложно классно иметь еще героя который не было никак курсова который поддерживает себя в плане контроля какого-то дашь ты больше покликал но я смотрел курсы джекира виндрейт там очень высокие там под 60 процентов процентов на линии симпатически не проигрывают вместе арканцы мастхэв потому что скорее всего ну во первых у тебя тени медовый тяпан галере там постоянно в команде будет спирит и так далее нужно мной подогревать им это плюс даже первый скилл стоит 155 маны ульта 300 вообще пути 3 без моно коста но все равно мало не хватает арканцы можно на тиммейтов потом мяку взять и в гривце выйти никогда не ошибка есть тасс да и заметь вот как ты говорил про комбинацию он правильно нажимает и он нажимает первый потом 3 почему так делается в этом поговорим только вот теперь это пробить ученича будет блинг но уже как-то плохо все это выглядит но он поднасрал венге 3 выбил макро пироту даже залетает зашли под матерь 1 скилл мало прям совсем не осталось концы долетели я проверим урон по кому-то нормально поводит спирита проверим урон его еще и запасил но повис есть он выжигает хорошо почему отряд еще не замокшим так и поэтому тоже выплюнул вышел а 100 оставил пору скорее всего вообще мог взять и на базу побежать но тени скорее всего закалил ребят горит оставьте хосту заберу прикольно прикольно может статистику по у паворова нам покажут тому же кира я думаю будет неплохо люблю саппортов с демиджем в начале а не хера себе это видишь этот урок еще двести пятьдесят три двести ваще с кайфом так вроде по ну чуть 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 поэтому чуть потому но по факту вот вот такое количество демиджа причем я думаю что там как бы и макропила нанесла но в основном это до обрез и или как фрост уже замахивал сахару на поставить по идее вот она эта сфера под молом а я это немножко никуда залить а блин за этого не забирают какой житель войда не добили венга слаб нажала стану жало плохо и не сыграла в этом моменте мог чуть лучше джекера уже как будто не успевает в этот файт усопы двое за всех осталось просто один надо подводить и купил варды в этих передрягах забыл то что еще вижу надо покупать как зоди варды прикольно ломать вот и вторая плюшка от врожденной способности что ты просто один раз тыкнул можешь уходить 2 . сама по себе летит ту цель которую ты ударил но при этом мы также обсуждали с тобой что это небольшой нерф по урону по милишникам надо что двойная тычка типа два раза блок срабатывает училов 16 единиц у милишника без способностей до . вайк как будто вообще даже смысла нет и есть прям что вообще нет ну и может он может враг вы милишник даже вечер один раз прохнет другой раз не прохнет серьезно идут вот поскидывались но погибнет думаю что знаешь на джек кире сожалению сейчас много мусора в инвентаре без виндлейса на этом герои не поиграть очень медленный но при этом без топора в этой игре тоже не поиграть и при этом как же хочется рейндропы плюс шляпу какую-нибудь с выходом может быть форстаф но просто чтобы иметь 1300 хп с нейтралкой 1400 вот такой джекира будет прям опасный по нейтралки что фэрис тринкет всем по выбирали три штуки цены на карте вот они одновременно просто взяли что совпало нормально таланту джекира дальность атаки что соответственно бустит третью скилл который будет оставаться с большой рейнджей 27 килов и не успели наклепать нормально нормально надо кому-то урну в таких играх покупать видел кстати бакс урной там сейчас ты можешь купить урну во время файта на базе и у тебя урна зарядиться если она даже будет лежать в тайнике в потайной не видел ну вот имею ввиду что на вивере будешь играть можно купить так во время файта и зарядить себе урну которая будет на фонтане заряжена нормально тут венгу разбирают по поводу бенд лейса хоба хэри знаю такой именитый игрок тридцатый джеки рост тысячного ранга постоянно играет на джекири постоянно берется бивен лейс закрываем минус этого героя цирк летку которую вы купили если честно я бы очень сильно рейтил бы в нулик прям прям рейтил бы рейтил бы ну потому что смотри если у тебя 8 на 800 урона третий скилл он к сожалению на пачку не работает вот еще один момент в отличие от файра старого уж точно он работал папа по героям рядышком тоже можно было цеплять великой фрост он работает таргет на эти как бы на всю пачку не нажмешь но но и него и можно брать первых скилл 4 качаться и нулик соответственно с этой клетки вам хоть что туда либо брейсер на побольше хп я думаю нулик поинтереснее нулик арканцы по сути у вас манреген вопрос закрыт вот еще рейн дроп им еще можно добрать но он тут за что игра хорошая взял сами просто юл против титана будет спирита 105 ну и у вас вас вайта может поднять хроны если бы к башке нет файда венге щит свапа под диспелить времени немножко выиграть пожить solar кстати говоря на фурионе богатый такой фурион ну по крайней мере ну да 5 200 у него он хороший к медпачку ждет 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 и не попросила надо подождать туда да понятно было что те не хочет кого-то убить вводит спирита гоним себя первым слотом покупает интересно посредственно такая градливая спирита странная так ну затишье перед бурей до взял раньше атака себе чтобы третий кастовать шар деку джакира ну как вам старый жарт он просто в liquid frost встраивает процентажный урон два с половиной урона от максимального здоровья жертвы неплохо весьма перефекционисты ликуют урон 100 минус 50 он четко все 102 минус 51 почему испортили опять 100 минус 50 минус 50 минус 50 потому что нам две головы дэмэдж делится очевидно трутся под мидом в принципе их все устраивает у них курса большой качается прям сильно набирает но в этот тоже какой-то природ спонтурс есть но они вроде как больше фармят поэтому торопиться особо некуда тверка щас в лейтнер взяла тени 100 голды ханда бараши б взял ну ты потихонечку начнут к этому вы делать выда в топе убили еще сурса возможно заколит рашанчика а может быть подождет его под ботом джакира главное не фидит главное стоять самым сильным героем на карте которого больше всего дэмэджи который хочет драться это тени либо в которого хотят бежать но это в принципе тоже тени или урса но он хочет сильным героем поэтому он стоит постоянно за тени ком геймблой казалось бы скучный потому что вы ноту полторы минуты когда подумать он мог фармить лес да но случившись в 7 из 10 игр этого чела попытаются напасть и в 7 из 10 ты скорее всего не поможешь просто потому что ты готов либо дэмэджа хватит если он будет прыгать допустим на вот спирита который метод пушек а если будешь пить о наглядно урончик да просто фулка по вингу он обел пока что вообще надо помогать и не там проживет еще мог лучше сыграть мог его попробовать кликнуть по войду но не хватило реакции а почему саппорту важно быстро кликать попытка не пытка до успевает вернуться в свой до его на улице пахнет что-то надеюсь не грим скачается ворс все хорошо с бф чекам да рошан нужен в свой дом и без нужен урсе и урса сейчас башерам с эгисом пойдет просто вперед хочет vision еще один поставили лишь курс и так нападение на войс передовой спирит успевают выйти да ну что давайте поактивнее ребята то мы засмотреть можно в принципе про розыгрыш повторить что у нас розыгрыш таркан ребят как раз то еще не подписан на тг в оповещении о стримах там турниры все дела если спас 3 1 и заметь база на саппорте сейчас хороший ульчик да вот уже наученный прошлым файтом так бы может быть урса его погибнуть без ульты потому что вот спирит тп шел он готов был в урсу прыгать который был без ультимейта 700 урса нуждался то есть то он его под юлил и по итогу в спирит в тильте нереальном просто жмёт твою степа его уже ему готовы все него убирают так макро пиро level 2 а ширину кстати говоря макро пиры немножко уменьшили расход маны увеличили перезарядку увеличили почему так порезали макро пиру ну и забавчиков не знаю сейчас способность и так была не самая сильная в доте только если улице кд в 90 секунд не сказать что у него там дэмэдж до этого луча фасала нормально из-за того что ликвид ликвид фрост так работает но в целом да не сказать что имбовая белка при загонима может быть террают войда еще пиликает на терзателя на руну xp вот вы сопор да вы должны смаковаться допустим под 10 руны на бражеского керри на кора плюс вышку или на спорта же плюс вышку на аруны xp возможно на 14 минуте не всегда такая возможность будет но на 21 уже как будто карта обширно играется и можно будет побежать вот как они сейчас под экспу по 21 минуту убить там героя возможно несколько возможно убить терзателя еще сверху забрать вышку какой хороший смог получился и при этом бот вот он говорит сейчас ребят принципе я плюс-минус готов носит 3 секунды тэп курса уже тп шну вверху подцепили он тапать сразу же под в руку второй степ по моему был потрачен сразу же надо юл не отпил не надо вот он посмотрел на ой плохо вот он сейчас ошибся он он не затаймил вторым скиллом идеально если видел там вот передвинулся если бы какой-то рандомный случай вот спирита и нам есть первый плюс ульта откатилась ну мало ли уйдет поэтому лучше сдачей нет быть готовым и спас нажать без мобильных героев оказывает стана к сожалению хроносфера его накрыли много потратили джетон разлом отличный по трансфере но ответочка плюс бэбэк бар и разбежались поздно нормально линзу хочется еще но линза классный наборчик уже как же сложно выйду столько много станов вашей контроля на игра тяжелого давай дает правду и стойки тяжело прям играть дерутся до конца в рк живет дает максимально дэмэджи перед смертью и забирает получается будет спирита плюс титанчиком и фуриона тоже еще бьют жесткий дай больше фуриона под ноль урону по теннику тыкает на джекира получается два пути по дальнейшему билду я думаю что вы можете купить себе мегу грейс и если вы ну просто понимаете как удобно играете команда двигается вместе вы плюс-минус деретесь мекану топчик за 1800 она стоит вообще копейки и у 2 600 для понимания мека 1800 потом 1500 рецепт и вот вам уже грейс и в один слот если есть что дисплеер будете жить дольше если же мегу допустим покупают в команде ну вот у вас дарксир в андерлорда хотят мегу может какой-то чен я не знаю кто угодно висп то можете мегу отложить соответственно купить себе вот юл линзу хороший делать или допустим если у вас все очень хорошо и вы чувствуете что юл имба акс легионка вражеской команде с блэдмеллами прыгающих деревьев под юлить еще скидывать бару тормозить юлом то можно юл линзу купить просто форс хорошие тоже вот в урсу хорошо форс его взять нереально чего тяжело играть становится в общем то по сути 22 пути к ним на варке так vision ткнул сын тричок сломает и очень френды разбивать да там это сын тебя как раз доставала дабса который он поставил надо было по-любому разбивать думаю что сейчас еще ваш билдок на джек кирова ты после линзы юла это шар и хочется шар 4 секунды два с половиной процента максимального хп урон много дэмиджа и прессинге классно работает ее как бы выжигаешь макро пирой один раз а потом выживаю выжигаешь и макро пирой второй раз что у нас и гнева появляется в той же . эффективно выходит добивают иллюзию венгин башню сил света атакуют вчера шанчик стейками жанчика забрать точно после киллов пока хаосфера нет уже этот пытаются найти какие-то щеки вы пойду плохо конечно после четвером его резко дубинами закидали можно формировать жесть пас проюзал чтобы меньше урона по вышке дороже под юль раз уж на то пошло линза готова вообще не забывает про варды у него всегда заметь варды поэтому раньше много вардов снял в этой игре раньше я думал что это самый какой-то одни скилловый игрок из юго-восточной азии которого держали в команде с 23 сэвиджем просто потому что ну других игроков не было ранг 50 у него постоянно на лаки чах а потом что она как-то стриме ли стриме ли и он внезапно чел просто офигенно играют вроде по он супер хайскилл на своих клокверках титанах там тоже классно играет у него ли воли он там 25 все пошло 100 теки начались того что он изначально на своем 25 леоне не попадал станут можно может плохи дни просто были у игрока а так он прям очень пасно играет и клеймо не сильного игрока было убрано закрыто скрыто ну что отпушивает бот плюнул он получается ваурного крипа шарди крема упал или он сам принес и не братьками но наверно упал стерва это чё тиммейты дерутся он как и говоря почему не с ними вот мы тут сидим нахваливаем его почему не с командой ты hello в эту манчик ученика что уже убили давай делаем а крапирку там успел уже третий скилл какой-то танчик подсгорела заигрался в этом он знаешь он прям при кайфовал в боте ну ты ты не можешь себе позволить на сапе так долго находиться в боте этого знаешь когда момент такой типа думаешь о чем уж пофармить сумма фармит это старайся быстрее по это все сделать а то он пофармил что vision поставил экспу забрал и там уже полторы минуты в боте находится так нельзя делать по итогу на твоих человек просто нападают к может и на карте показываешься еще дает им триггер на подачу своих тиммейтов даже воегис и по итогу воегис враги так хорошо подрались ну ладно хроносферы дед чела бегут кого-то искать vision нет будет уже первый но свап еще есть шейка умеется дым не хватит дэмэджа слишком распределились они чай игру можно поиграть без крона fight проиграют катки капут потом хроносферой челы блю слот закрепят преимущество тяжело ну как по твоим ощущениям джекера лучше стал чем был ну на линии безусловно суши ну вот если раньше же кира на линии был наверное на такое шесть с половиной из десяти не сказать что слабый но в целом и не прям чтобы какая-то гигаем ультралюта имба то сейчас он на линии наверное восемь из десяти вот такие прям плотные плотную а по игре ну по игре как будто и liquid fire хорошо смотрелся и шарди ты так попала по игре плюс-минус то же самое осталось но из-за того что скорее всего тебе дали возможность всегда выигрывает свою линию ты в их будешь уходить с большим левелом у него был левел 5 там на седьмой минуте на восьмой раз два раза его убили если помнишь об когда он за экспой пошел он уже был пятым левелом на седьмой минуте а потом он тяпнулся его еще раз свой цвет убил то есть потенциально такой джекера имеет более комфортный выход в мидгейм если смотреть статистически похоже на файл центральную башню сил тьмы атакуют очень сильно мобильности не хватает этому герою это правда чувствуется прям как дракон металла да и вот и маска будто нужно добавлять надо было сделать так что во время применения ликвид файра ты получаешь бонус на какой-то ну и хотя бы небольшой знаешь как отплетки от булшита крик кликнул 3 чел замедлил а ты его и мы забираешь вот насколько замедлил столько и забираешь прикольно да но вот единственное что нельзя сразу типа это такой сильный бонус давать но постепенно допустим там вообще замедление первом ловле 15 процентов это не так уж и много но ниже на линии будет слишком имбовый хорошая спада видел трое траекторию того по диагонали нажал и после трех героев подстану айспас по венге красиво показываю об одной вроде как он красиво все сделал очень жестко суши но вот хороший момент был просто из-за него считай файт выиграли но он прям да он все очень быстро сделал прям знаешь тут автопилоте как будто он это держал заранее все в голове далась вас по трем героям нажал скиллы подвышал немножко не подставился нажал и спас по венге и и проста него она резнулась иллюзии и снова проста него там задул тут же успел среагировать нажать и у на войда подвышал немножко бежал снова и спас так нам вайда добила но он нажал чтобы продлить если что поводу очень красиво сделал хороший джокероса центральные казармы сил света атакуют ну и соответственно кивер для чего берется он просто дает тебе возможность харкнуть третьим с километра плюс 250 рейндж нет плюс 350 рейндж и плюс . в 250 единиц урона но самое главное то раньше применение третьего отпуска пил пил и вышел что-то поинтереснее должны были придумать с использованием врожденной способности попозже я думаю если честно шар должен был добавлять тебе все-таки второй отсутствующий аспект вот так было бы прикольно с не просто в процентах усиливать liquid frost как раньше было раньше ты был получается джекира огненным с этим скиллом с liquid fire и ты покупая шар ты получал liquid frost и то и то было а сейчас ты как выбирая liquid frost ты получаешь как бы старый баф еще ликвид роста хотя хочется тебе получить наверное полностью новый скилл от liquid fire а ну старый новый поэтому хз я думаю попозже к этому придут что шар дик будет давать тебе второй аспект и ты получается с двух тычек как раз таки будешь жарить челла на дочку огненное срабатывать на другую ледяная ну классно же но это было бы круто вот это просто концептуально звучит там уже как вопрос о том как забалансить это уже но старостепенный вопрос насколько он хорошо сыграл тогда настолько же плохо это было не очень не очень было да и и вот ему и нужно было ты пашку забивать на самом деле да он он мог ночь чтобы тима подлетела у вайта там быть бы нет то есть он еще после его две с половиной секунды подержал боевого и спаси там где с половиной секунды давай да убьют ладно будем считать что он гений подробно и результат каков сдох воет потратил храну и рокорф то вернее какие вопросы да да ошибка когда который не привела к негативным последствиям она не ошибка что наговорил папич волк наверно кто-то еще добавить и говорил верхнюю башню сил света атакуют смотри к чему это в итоге приводит этот муфа он еще в рестнице на воде у него 30 секунд право нибудь получается force прожитый война был гениально дал время войду поставить его на сферу и умереть потом обхвате не схватнули подвижки суши да они тут по-моему убивают все тут уже ошибка тиммейтов вайдана ему смысл подставляться он боится может но не будет очевидно у него хрона нет в с этого пика без хрона выбрать это по моему саму надо да да конечно ждут просто но видишь какое окно забавно что если они сестры сломают то причины и победы стало конечно преимущество панет ворс они доминировали но именно этот момент стал последним это игривай да ну да получается тащил гениальным в итоге тут поставил задачка с помощью которого не сказали про гоним он увеличивает длительность макро пиры до 15 секунд и ширина ваша становится 570 такой жирненький и долгое лежащий на земле огонь вот и по моему по бокам еще это макро пиры стелется тены а из паса которые не станет но замедляют на 60 процентов классно класс постелил макро пиру без бака б не выбежишь м с у тебя нулик то есть и гоним покупают на джекера да это был дикеросик спасибо всем за просмотр пишите комментарии всем пока